1500 косточек уехали Куда Питер? Знаете, что придумал человек? Он их раздаст всем друзьям Одно, я его попросил Проследите за каждой косточкой Иначе это все Это я сразу вспомню Ко мне попала информация, друзья Важнейшая информация Значит, якобы в стародавние времена, в советские В двух местах были заложены суперсады Из десятков тысяч Подчеркиваю, десятков тысяч абрикосов Первый сад в Крыму А второй, не поверите, в Питере Я бы уже за это вместо Сталина Или Хрущева Или даже приблизительно Посадил бы нахрен этого человека Кто это, где они столько выкинули Где этот сад? Его не существует 20 тысяч абрикосовых сад посадили в Эстонию Где он? Ноль И много чего еще Почему так? Да потому что Не знает, ничего не понимает Вот будет у нас это Амрикосовый рай Его там тонны, тонны, тонны Не надо будет выписывать Там с Молдавии Или с этого самого С Польши, еще с Сербии Все свое Но в Питере посадить такой сад За это надо в тюрьму садить Представили, не просто Стреляли При Брежневу посадили в тюрьму Если по результатам судить Нету сада в Питере Там институт этот Закрыли, черт и мать Толку от него, как от козла А даже этот весь суд Даже мне успел помешать Мне успел помешать Поверенный Железову Якобы, что у него сад речь Когда мой сад погиб Говорю Написал доктор Новых Мой Амрикосовый сад погиб Поверенный Железов Вот это Представляете Какой козырь Дальше Свернов 1500 косточек Раздает И по моей просьбе Он написал следующее Друзям косточки подарю И всех буду пасти Пусть попробуют Девость Вот А вот это вот Моя любимая Я один раз показывал Но это лет пять назад Это моя одна из любимейших картин Слепой ведет слепых Время времени Я вспоминаю про эту картину Вот нашел Видите Один уже в яме лежит Слепой ведет Вдоль обрыва А люди падают в яму Вот Это случилось Именно с нашим садоводством Я пытаюсь Я пытался понять Когда Кто-то перестроился А что такое Перестройка А перестройка Вдруг когда Проклинаемые люди Слово оказываются на коне Ну какой конь Если он трупом Лежит на глубине Два метра С лишним Какой на коне Ну вот Называется это реабилитация Попробовали И Лусенко реабилитировать Никто толком не разобрался Главное Самое страшное Случилось Что когда Уничтожает лидера Ну пусть уже не расстреливают Прикручивают Уже не расстреливают Наоборот Он подчеркивал Что он этот самый Молонист Великий Пусть не расстреливали Но вслед Золосенко Были уничтожены Все научные школы Были выгнаны Все Кто занимался Чем Правильно Виктативной Гибридзацией Уж Чарльз Дарвин Это самое Знал что такое Виктативная Гибридзация И признавал Ее Реальность Чарльз Дарвин Хоть бы это Вот А современная Когда победила Скола Анти Лусенко Чем она занялась В то время Занялись Миллиорации Да вы хоть Замиллиорируйтесь Вы бы осушили Болото то Вы что получили Пожары И больше ничего Все это было Все это страна Проходила Огромные деньги Огромные Нищета С этим связана Вот И вот тут Вот после этого Когда Думать стало Некому Та школа Уничтожена Там где люди Думавшие были Оказалось Следующее Книги С девятнадцатого Века С этими Идеями Не идеями А с этими Уроками По Калечению Деревьев Почвы Все 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 Они плавно Перешли В двадцатый Век А когда я Хватился С совсем Двадцатый Век Уже было поздно Появилось Интернет И люди Решили Заработать Вот эта Страшная Монетизация Когда Каждый Взялся Просто Дублировать Все Это Все Тоже Фотографии Это были Одни Те же А лучшие Из лучших Вот фотография Железного Это кто Темирязевская Академия Вот моя фотография Кто-то Говорил А покажите А вот Показываю А рядом Вот эти фотографии Вот это Вот это Это все Интернет Академия Абрикос Успех Помните Я говорил Здесь была Биография Моя фотография Высосанная Из пальца Много Много Строчек Тридцать Вот Якобы И вес И вкус И сахаристы И все 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 После моей критики А убирать не стали Вырабатывать надо Вот это Стерли Теперь фотография Уже А кому я докажу Что моя Уже Вранье Чистое Стерли Фотографию Оставили Вот А дальше Смотрите сюда Самое страшное Друзья Третий раз Показываю Самое страшное Что студентов Научили Этой Дикой халтуре Три студента Позируют Именно Позируют То есть Замерли На минутку И вы видите Страшную картину Когда Саженцы Как у железного Сергея Не выращены В горшках А поставлены Присыпаны И ведет Это все На рынок На рынок Понимаете И эти студенты Ни хрена Не умеют растить А потом И научили Только халтурить Поняли Вот Ну неужели Нельзя было Этим студентам Объяснить Что на свете Нет ни одного Ковновидного персика Они не существуют Они не могли Даже фотографии Подобрать Специальные Смотрите Самый верхний Видите Тут внизу Горшок И вот такая Тоника Это Штамбик Это Штамбик Тем более Не подвязан Ничему Вот это Вот Ведро Персика Выдержать не мог Это Ри Судак Согласны? Кто скажет Нет Поможете От меня Получится Я Образ Вот Вот этот Персик Сувенир Он похож На колонну Это Колонна А теперь Смотрите Внимательно Развесистое Дерево С ведром Обреку Персиков Опять Тот самый Штамбик Посмотрите Какой Скажите Мне на милость Этот Штамбик Может Выдержать Дерево Вот этот Штамбик И Заметьте Ни за что Не держится Скажите Четыре Мощных Колла Нет Опять Нарисовали Ладно Третья Холновитная Штайнберг Она Похожа На колонну Вы где Колонну Видели Сейчас Я Кое Чего Проясню И Персики Берей Столицы Где Колонна И Вот Я Буквально Вчера Включаю Опять Это Самое Телеканал Усадьба И Там Уже Наши Колонны Я По идее Это Ну Как Вот Экран Телевизора Это Как Мимолетное Видение Остается Только То Что У меня Осталось В голове Стоит Возле Взрослых Четырехметровых Колонн Женщина Толковая Все Рассказывает Заслушаешься Вначале Все Хорошо У нее А это Яблони Яблони Колонновидные Бывают Но Дело В том Что Она Умница С одной Стороны Она Говорит Наши Колонны Колонны Только На двух Метров Если У них Все Правильно Рассказывать Я люблю Эту Тему Колонновидную Вот И Тоже Немножко Расшифровать Пусть Возрительно Пусть Только На пальцах Но Это Очень Важно А вот Колонны Классические Она Говорит Умница Все Вот Они На Искусственных Корнях На этих Самых Нахлонах Клоновой Подворье Карликовой Они Они Двух Метров От Ветра Они Падают Они Страдают От Жажды Потому Что Корни Никуда Не Уходят У них Женец Страдан У них Вообще Все Корни Это Паутинка Вот Поэтому Они Чувствуют Себя Хуже Вот Падают От Ветра Много Чего А Наши Колонны Четырех Метров А Они На Семь Семь Подвое Говорит Девушка Женщина Вот И на этом Подвое Вот Они Четыре Метра Но Теперь Возникают Проблемы Вы знаете Говорит Колонны Все Таки Приходится Ну Как бы Специально Ими Заниматься Потому Что Вот Видите Должна Быть Один Штаб Вот А У него На Высоте Там Они Уже Четырех Метров У них Отмерзают Верхушки Это Я Уже Тридцать Отвержу Что Верхушки Колонны Отмерзают Так Вот И Это Способствует Того Что Просыпаются Боковые Ветки И Ну Если У вас Это Происходит Вы Хотите Иметь Колонну Отрезайте Их Она Забыла Добавить Волшебные Слова Вот До сих пор Все было Умно Толково Зачем Она Говорит Они Вроде Как Лишнее Ненужное Хотите Уветь Колонну Отрезайте А на Центральном Это штампе Это на Второй Третий Год Полоношение Прекращается Полностью И у нее На дереве Это Жалкие Урожай Лишка Она Боковые Не Отрезала Но У нее Получилось Их Немного А дальше Все равно Отрезала Все таки Пусть Будет Несколько Веток По Север Вертикальных Все равно За ней Как бы Сохраняется Звание Колонновидное Она Отверждает Она Не Пронесала Самую Волшебную Фразу Когда Отмерзает Верхушечная Почка И даже Бы Не Отмерзала Все равно Появляются Боковые Ветки Это Не Просто Ветки Это Ветки Для Продолжения Плодоношения Вот Скажи На Вот Это У кого Поднимется Рука Взять Отрезать Эти Самые Боковые Ветки Чтобы Вот Она Колонна И Вот Она Будет Колонна Ну не Будет У нее Этих Самых Третий Четвертый Год Подведите Друзья Никаких Яблок Там Не Будет Даже Яблоки Фактически Это Не Колонны Это Псевдоколонны У них Да Колонны У нее Так Густо Расположены Листья Как У нее Густо Листья Что Спорит Да Вместо Одного Допустила Вот так Почти Все Вертикально Все Прекрасно Но Теперь О грустном По штамбу Сноют Муравьи Толпой Верхушки Причем Пока Она Все Рассказывает А камера Видимо С ней Не согласована Была Крупный план Показывает Что верхушки Все свернуты Тлей А я Вам Говорю Чтоб Закончить Эту Когда-то Эту Речь Чтоб У нее Это Случилось Не потому Что Негодяи Муравьи Их Надо Уничтожить Не потому Что Заняться Нечем Она Уничтожает Часть Дерева Нет Она Уча Других Чтобы Вот эту Колоновидность Сохранить Пусть Не одна А пусть Четыре Ей Пришлось Все равно Нанести Десятки Ран А десятки Ран Это Больное Несчастное Дерево Потерявшее Иммунитет Вот почему Я же К своим колонам Не подхожу Была Теплая Зима Была Ледяная Зима То есть Сорокораз Была Лето Супер Жаркое Без дождей Была Нормальная С дождями Была Такая Дождя И я То ни разу Не подошел С ядохимикатами Своим колонам И вы видели Чуть Чуть Там Это Немножечко И два муравья На охране И вот это Что она Не поняла То что она Рассказывает Она не поняла А и зачем Показывать То что там Полтора десятка Яблок И какие Правильно Покрытые Поршой И это все Рассказывать По центральному Телевидению Вот так Друзья Наша Песня Хороша Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...